Ну что, Наталья, вот если сравнить Горно-Алтайск, ну не сам Горно-Алтайск, понятно, что там 50 тысяч город, или скажем там Нью-Йорк, где 20 миллионов, ну вот как бы жизнь, чем отличается жизнь в Горно-Алтайске от жизни в Нью-Йорке, вот говорят, что Нью-Йорк такой большой, шумный, мусора много, преступность, это просто несоизмеримые вещи сейчас, абсолютно их даже соизмерять, по-моему, нельзя, ну, насчет мусора, насчет грязи, нет, Горно-Алтайск довольно чистый город, нет, нет, Нью-Йорк, Нью-Йорк, я вам скажу честно, основная грязь я видела только вот в район Брайтон-Бич, туда ближе к Манхэттену, там мусор надо, не убирает, на Брайтоне грязно, ну правда грязно, а вот такой вопрос, вот Брайтон, там действительно осталась еще какая-то русская жизнь, потому что одно время это был такой эпицентр, даже вот называли это Яшки-стрит, но сейчас как бы получается так, что та эмиграция, которая там была в 80-е, в начале 90-х, эти люди в основном уехали, там сейчас какие-то новые, как бы подъезжают, у меня создалось впечатление, что там все старые остались, так, русская речь, она везде, там редко услышишь, наверное, американскую речь, но именно пенсионерского, вот такого плана, да, в плана люди, да, такие, ну я не знаю, лет 50-60-70, ну подойте, 50-60-70, я бы вот так вот... 50-60-60 это работающие люди, а 60-70 это уже как бы там больше пенсионеры... Молодежь, молодежь тоже есть, но у меня еще создало впечатление, что Брайтон-Бич это перевалочная база, потому что даже люди, с которыми я общалась, все прилетают из постсоветского пространства, попадают именно вот в эту сферу, в эту атмосферу, а там знаете, там вот России 90-х, вот мне кажется даже в воздухе ей пахнет, то есть у меня где-то в памяти тоже остались... Я так в тенечек пытаюсь отойти... Да, осталось в памяти, знаете, такие 90-е годы, когда киоски, вот знаете, такие продавщицы с накрашенными губками там, с такими тенями, и тут то же самое... 90-е я не застал, поскольку мы уехали раньше, но... Да, я застал... Ну, дирижабль, видите там? Да, да... А, это самолет, сори, это самолет, да... И когда мы первый раз только попали на Брайтон Бич, то есть у меня кроме улыбки это ничего не вызвало, я как будто окунулась в Россию 90-х туда, речь, вот такая же речь, то есть говор сам, он другой, он не такое, это ощущение, что люди давно-давно не были в России, и они уже не владеют ситуацией, люди уже не те... Это те, которые продавщицы или которые ходят? Нет, нет, которые давно там живут, так скажем... Вы знаете, что произошло? Там люди, которые помоложе были, рабочего возраста, они оттуда посъезжали, а остались те, кому там комфортно, потому что там русские врачи, русские магазины... Русские магазины, как вам? Я вам честно скажу, мы по ним... Наверное, мы не ходили по Брайтон бить по магазинам, вообще... Там хорошие, большие такие... В магазинах там есть всё русское можно купить, всё из России, Россия, Украина завезённая, это 100%, может найти абсолютно всё. Кто скучает по российской, русскоговорящей, русскоязычной еде, так назовём это... Мне кажется, что там гораздо больше из Украины, там подешевле и, наверное... Всякое, всякое может быть... И ещё у меня созвалось всё-таки впечатление, что есть какие-то небольшие предприятия, которые производят всё это на территории штатов. О, безусловно! Это 100% так и есть. Безусловно, конечно, есть. Там, в Нью-Йорке, большое производство. Да. Конечно. И в Лос-Анджелесе есть. Мы, да, заходили в основном в один русскоговорящий магазин. Так. Ну, это по приезду, вот как только-только мы приехали. Угу. Честно говоря, ещё американские продукты, американские плохо ориентировались, плохо знали. Угу. Ну, а сейчас я, в общем-то, могу 100% сказать, мне не нужно. А говорят, что продукты, которые привычные, да, и русским магазинам дешевле, чем, допустим, американские в американском магазине. Что, вот, допустим, человек, который живёт в тех краях, ему просто выгоднее по деньгам и ближе культурно покупать в русском магазине. Нет, в среднем цены одинаковые. Ещё, знаете, по магазинам бывает зайдёшь, мы заходили частенько в мексиканский большой супермаркет. Конечно, конечно. Там цены плавают, там постоянно скидки какие-то. Приходишь, там тот же самый продукт, он в два раза дешевле. То есть один по цене двух отдают, допустим. Ну, обычно в мексиканских магазинах цены невысокие. Мексиканские, вьетнамские, там подешевле, конечно. Мексиканских не видела. Угу. Поэтому в среднем, если бегать и по всем магазинам, допустим, скупать продукты, искать где что подешевле, ну это не вариант, конечно. Мы периодически заходили, всё, что нам я видела, скидки на продукты. Но вот эти как бы вот люди, которые из прошлого, они доброжелательные, симпатичные так? Я честно вам скажу, я сталкивалась с разными людьми. Так. Были неприятные ситуации у меня очень. Ну, например? Кидала вас деньгами. В магазине? Нет. А в какой ситуации? Ситуация была, когда, так скажем, хорошая знакомая. Так. Мне нужна комната с ребенком. И мне говорят, не вопрос. Я тебе там давно живем, я найдем тебе эту комнату, все. В течение часа мне звонят, говорят, все, Наташа, есть жилье. Да. Тут через своих подружек позвонила. Но ты мне, ты не мне, она говорит, ты моим знакомым, которые старались и искали для тебя жилье. Да. Ты им найдешь, ой, ты им заплатишь 300 долларов. Это же, говорит, не риелтору 700. Но поскольку я весь световой день работаю, у меня нет возможности бегать по адресам, я, естественно, соглашаюсь на этот вариант, и говорю, вообще не вопрос. Да. И живя уже в новых апартментах, я через несколько месяцев узнаю. Оказывается, эти деньги она просто себе взяла. Ну, а кому должна была? Она, то есть, клятвенно мне обещала, она говорила, ты знаешь, я вот их, там люди такой пересмотрели. А, люди мне помогали. Да, люди мне помогали. Вот, а я такая хорошая. Я поняла. А она говорит, а мне ничего не надо, ты понимаешь, вот мне ничего не надо. Вот эти слова. Ну, мне поразил не тот факт, что там мне не жалко денег, которые отдала. Да, мне действительно помогли. А вот такой факт выуживания денег здесь, ну, вранье. Вот такое откровенно. Или когда, знаете, работая там где-то у русскоговорящих, ты сталкиваешься с таким хамлом. Вот. Я, пожалуй, в России даже с таким не сталкивалась. Среди работодателей? Среди работодателей. Ага. Ну, в основная масса мне попадалась очень хороших людей. Основная масса, наверное, я бы так сказала. Хорошо. Ну, вот, допустим, когда вы ходите по улицам. Вот, Горно-Алтайск. Ну, как бы небольшой городок, все друг друга знают, да? Конечно, там экономика, может, не самая бумирующая, там, и, может быть, там, сложности какие-то в жизни. Ну, вот, люди ходят по улице, или в магазины, или там они куда-то идут. Эти люди, они улыбаются, они дружелюбные, или они, наоборот, мрачные, там, лучше их обойти, там, слова лишнего не сказать, там, или как бы. Я поняла вопрос. Да. Вот таких людей, как не только там Горно-Алтайская Россия, я русскоговорящего вижу сразу на расстоянии. Это опущенные глаза, вот тупо смотрящие на дорогу. И в основной массе американцев все равно с высоко поднятой головой ходят. Отличаются. Я русскоговорящего вижу сразу. Или ко мне подходят, тоже начинают говорить со мной сразу по-русски. Я думаю, точно так же и у меня какая-то привычка, она существует. Мы мало улыбаемся. Даже в лифт где-то заходим. Обязательно поздороваться. How are you? Да, конечно. Обязательно. Там поздравить с праздником. Или что-то скажут, там, если мы в твоем с дочерью где-то там, помню, бежим на автобус. Да. Сидят там парни. О, маме, yes! Вот что-то такое. Good. Ну, какие-то комплименты сыпят. Нет, такого нет у нас. Такой вопрос, Наташа. Да. Для людей, которые, может быть, интересуются или планируют какой-то переезд. Вот, может, как вы. С точки зрения заработать в Нью-Йорке, вот пока у тебя еще, может быть, нет документов, нет разрешения на работу пока, что реально можно заработать и какого плана трудом? Какие есть варианты заработка? Ну, варианты заработка. Во-первых, пока, конечно, нет у вас social security number. Да. Вот в этой ситуации что платят? В этой ситуации, когда нет документов, да. Да, да. Но это будут работы посудомойщики. В ресторане? В ресторане, да. Что платят? Сразу работа? Сколько платят? Я скажу, я сталкивалась 100 в день-120. 120 в день, это сколько смена? 8, 10 часов, 12? Нет, это 12 часов, а то бывает это 15. И не заплатят больше? Все зависит от работодателя. Как правило, эта доплата может быть 10 в час, насколько я сталкивалась. Да. Ну, 10 часов наличкой. Все-таки же налоговые тебя не вычитают. Да. Но людям, мы все равно, люди, кто получают эти деньги, им выдают чек. И потом, я так понимаю, надо все равно налоговый период отчитаться за эти деньги. А, то есть не наличкой? Это не просто так. Нет, где-то и наличкой. Ага. Там вот... Хорошо, хорошо, наличие. Хорошо. Значит, все-таки, допустим, 100 долларов в день, если работать даже вот просто 5 дней в неделю, то это все-таки уже 2200, там 2300, может быть даже 2500 в месяц. И это уже как бы ничего. Но удается вот именно иметь 5 дней? А если хочется, например, 6 или 7? Удается. Все от бизнеса, все от бизнеса зависит, куда ты попадешь. Да. Да, как правило, это не меньше 5 дней, это 100%, всегда 5-6, а то и 7 дней. Если хороший работник, даже посуду мыть надо уметь очень хорошо. Там автоматы стоят, машины, надо уметь ими пользоваться. Где-то тебя научат. Я знаю, я не мыла, но я видела, как это делается. Это мужская работа в основном. Посуду мыть? Да. Только мужская. Женщины берут. Хорошо. Кроме посудомойства. Для женщины что есть? Для женщины. Это уборки домов. Компания по уборкам. Не надо самой искать клиента. Тебя берут и… Если вы приземляетесь в Нью-Йорке, на Brighton Beach вообще никаких проблем не будет. Что это значит? Это значит, что много бизнесов, которые помогают трудоустроить вас на работу. То есть просто идешь на Brighton Beach? Да, просто идешь на Brighton Beach. И там что называется как-то это? Это у любого на Brighton Beach. Ты спросишь, где агентство по трудоустройству. Ближайшие тут же покажут. На каждом Брайтоне и на Брайтоне первом, на третьем, на четвертом, на пятом они есть. Они практически везде эти агентства. То есть они именно нелегалов трудоустроят? Они в трудоустроят. Они берут что-то за это? Да, как правило, они берут долларов 40. Всего? Да. То есть даже смешно, но хорошо. Это с кем я столкнулась. Хорошо. Может быть другие цифры. Для девочки какая работа? Вот для вас. Это вот ресторан-кухня, приготовка. Так. Либо, значит, я еще... Уборки. И сколько платят? Уборка домов, что платят? А уборка тоже 10 в час где-то получает. Насколько я не убирала, я не знаю. Я насколько от девочек слышала. А вам чего приходилось делать? Я сразу попала в ресторан. И все время на ресторане. И я сразу, я знала, что я могу... Я люблю готовить, я могу салаты, салатами заниматься. И я сразу пошла в агентство, и мой запрос был сразу, хочу на салаты. Так. Мне окей, говорят. Такой вопрос. Когда вот ты уже получаешь разрешение на работу. Да. Что кардинально меняется по оплате? Я понимаю, что у тебя больше мест, куда ты можешь обратиться. Да, да. Но по деньгам что? Вот именно. Опять, тут еще одно но есть. Если у тебя язык более-менее английский есть, у тебя уже горизонты открываются 100%. Хорошо. На какую сумму открываются горизонты в час? Я сама, если бы работала, допустим, имея... То есть я осталась в ресторане, но я знала, что я сюда уезжаю. То есть я уже не прыгала по другим. Хорошо. Мне тут нравилось, где я была последняя. Ну и стал из тех людей, которых вы знаете. Вы знаете, я даже цифры слышала. До 70 в час, вот я боюсь, ну это мне так говорили, в медицинском офисе, на ресепшене и еще какие-то работы. Вас обманули. Да, да. На 70... Это какие-то баснословные... 70 в час на ресепшене получать невозможно. Нет, конечно. Но я вот что подумал. Я слышал много историй вот от девочек, которые официантками в ресторанах. И вот когда сезон, а в Нью-Йорке, наверное, безгод сезон. Нет. Зима затухает. Затухает. Ну вот, что в сезон там они и 4, и 5 тысяч в месяц там зарабатывают. Ой, не знаю. Там, где я работала, там были только мальчики, официанты. Таких денег я не слышала. Это русское место? Да. Так, а где вы английского набирались? Набиралась я английского, я занималась сама, еще находясь дома. В горный алтарь? Со мной занималась старшая дочь, поскольку она имеет образование специальное. Языковое? Да, языковое она переводчик. Она со мной занималась. Сюда приехала, я не покидала английский язык, у меня постоянно в ушах BBC Learning English. В общем, чего это? Это британская компания BBC Learning English. BBC Learning, окей. Окей. Потом какие-то вещи я все равно постоянно что-то читала, переводила. у меня вот мой личный гугл переводчик теперь уже, который через полтора года обучение в американской школе. Да, она естественно язык подтянула, не просто подтянула, она в американском классе учится, не в ESL. Ну вот, она как бы, когда в школу идет, она радостно каждый день туда скачет или через силу? Сейчас через силу, потому что она говорит мне неинтересно уже. Может быть ты сама слово произнеси? Не, ну расскажите, не будем мучить и ребенка. Ну, на кредит уже легко стало и вот в таком плане. Хотя какие-то вещи, вот работы, которые ты пишешь, да, тебе нравится, тебе нравится самовыражение, мысли, вот эти вещи. Давайте так, вот такой аспект. Вот все-таки советская школа или там российская школа, я не знаю, все-таки это не то место, где счастливые дети, понимаете, то есть дома могут и обхамить, и побить, и отжать, и унизить, и как бы это, как бы обычное дело, то есть ты этим никого не удивишь, там никто не всколыхнется, там ребенка унизили, понимаешь. Вот здесь это есть? Присутствует что-то, там, ну как-то вот тебя… Я ни разу не слышала. Нет. Измордовали. Я ни разу вот ребенка не слышала. Ты мне сейчас скажешь, знаешь, можешь, да, или нет? Там унижали кого-нибудь? Мы сейчас проходим эту тему, значит я на случай такие. А, то есть у них даже тема такая есть. А на каком предмете вы проходите? На всех? На всех? Ну и говорят, что нельзя обижать, говорят, нельзя унижать, нельзя обижать, нельзя дискриминировать, нельзя при разборках там апеллировать там, скажем, к этническому происхождению или там чего-то, Васильевич, которые неприемлемы в обществе, их должны учить их должны. Вот, оказывается, учат. Но у вас в школе такого вот при тебе не было, да, таких веществ? Ну, ну… Драки были, да? Драки были, да? Были драки, да? Мальчики или девочки? Я не знаю. У нас три тоже, поэтому я все не слышал. Кто-то там шумел, кричал. Где-то там дерутся. Ну и бывает, значит. Ну так не было, по ножовщины там. Я точно не знаю. Да. Их разнимали, да? Друзья, в американских школах нет по ножовщины. Стреляют, да, но чтобы по ножовщины… В американской школе как в аэропорт не войдешь, там же металлоискатели не проходят, там же даже мы не могли ботинки, мы купили с шнуровкой металлические клетки стояли, они звенели постоянно в ней, она все, она их сняла, она их не ходить не смогла. Понял. Американское шоу безопасно, как аэропорт. Я не знаю, как здесь, а в Нью-Йорке, да. У нас я что-то такого не слыхал. Ну, посмотрите, посмотрите. По-моему, так заходят просто в школу, я не видел. Так, ой, мы стоим не в той полосе, сейчас мы куда-то туда идем. Мы в Тиньке. Ну, хорошо. Значит, а у вас там был автомобильчик или как вы там путешествовали? В Нью-Йорке? В Нью-Йорке, если честно, автомобиль не нужен. Абсолютно ненужная вещь, это как для меня. Там настолько развитая инфраструктура. Вот это метро, да? Метро, автобусы, там удобно сделаны все пересадки. Вот абсолютно не нужно было. С парковкой проблемы, тем более. И налог. Налог, мне все говорили, Нью-Йорк самый дорогой. Так называемая дорожная пошлина или какой-то налог? Налог на машину ежемесячную, которая платится. Ежемесячную? Страховка, да. Так подождите, страховка это же страховка. Страховка, не налог, страховка. Есть еще налог? Нет, это страховка. Раз в год. Раз в год. Раз в год. Раз в год. Там очень дорогие страховки, это правда. Правда. Ну, потому что вандализма много и бьют много, конечно. Ну, что же, хорошо. А вот вы в Нью-Йорке замечали какие-то, какую-то напряженность трассового характера? Вот, допустим, там есть районы, там, допустим, туда не ходи, там вот живут, допустим, я не знаю, афроамериканцы и там преступность, или там латинос, или там еще что-то. Вот есть такое? Я поняла, первое жилье наше было в таком районе, где нам нужно было вот именно темный район пройти. Да. Ну, я, может быть, в силу своей головы, где-то в темное время суток, может быть, там боялась бы пройти. А днем мы там замечательно ходили, вообще никаких проблем никогда не было. Ну, люди, которые встречаются там, они приветливые? Приветливые абсолютно все. Абсолютно все. А также где-то в другие районы мы ездили. Но вы не сталкивались с тем, что там, не знаю, там дерутся, крадут, машины изуродованные. Нет. Такого не было. Но мы как-то нас от этого отвело. Нет, у нас такого не было. Такая машина. Хорошо. Ладно. Ну что же, а вот жили вы в Горно-Алтайске. И в Горно-Алтайске, когда живешь, нет желания, например, там переехать в Барнаул? Сколько до Барнаула? 250 километров. Это прилично. Слушайте, это очень прилично. Но желание переехать туда нет. Ну, это большой город, да. Вот у вас 50 тысяч, а там сколько? Я даже обманывать боюсь, я не помню сколько. Но той промышленности, которая была, скажем, 15-20 лет назад, ее уже нет в Барнауле. Барнаул уже считается практически, я думаю, самым нищим из городов России. А какая была промышленность, что делали? Там же в фабрике, я имею ввиду, тяжелая промышленность, она обязательно там была. Оборонка? Да, там много чего было. А сейчас все свернулось. Ну хорошо, а люди-то чем садят? Люди, если вы посмотрите тот же YouTube, даже по Барнаулу, люди плачут. Ну как плачут, но они там жили. Люди выживают, они не живут, люди выживают. Вот кто чем может, тем занимается. Понимаете? Кто-то своим хозяйством. Ну можно, можно своим хозяйством. Какие-то работы. Ну можно выжить, конечно. И то, тяжеловато, я думаю. Сельское хозяйство есть, производит что-то? В Барнауле не знаю. Мясо, молоко там, пшеницу растет, нет? Да, да, вот этот, да. Барнаул точно есть в каких-то небольших, может быть, масштабах, но он есть. Потому что когда мы едем, мы видим поля зерновых. О, значит все-таки. Они есть, да. Жизнь вот здесь теплица. Высаживаются, да. Мясо, конечно, мясо производит это сто процентов. Так, с точки зрения вот пойти в магазин. Если вы пойдете в магазин, какой-нибудь большой универсам в Горноалтайске и, допустим, в Барнауле. Ну или, если бывали в Москве. Кардинально отличается ассортимент или, в общем-то, более-менее одно и то же? Нет, в Барнауле и Горноалтайске, я думаю, примерно одно и то же будет. То есть не так плохо все? То есть даже в городе там на 50 тысяч населения можно практически все купить, никуда ездить не надо? Да, все скупается с одних и тех же источников, я думаю, то есть база откуда идет. Но должны быть люди, у которых есть деньги купить что-то? Конечно. Это в основном. Государственные служащие, это в основном люди в погонах. То есть люди государственные служащие. Вот вы были госслужащей в Росстате. Да, я была госслужащей немного не того уровня. У нас довольно, так скажем, маленькая оплата труда, очень маленькая. Военная служба государственная предполагает более большие доходы. То есть военные лучше получают? Естественно. Это суды, прокуратура. Подождите, суды просто зарплаты высок или взятки берут? Мне кажется, там все. Взятки точно берут. Но зарплата хорошая. Я уверена 100% берут. Я просто сталкивалась с этим. Я сама лично не давала взятки. Но то, как проходят дела, как все фальсифицируется. Я это видела. Мне неприятно и больно вспоминать все. Вот говорят, что статистика российская, она как бы не... Ну, не то, что из пальца, а как бы немножко высосанная. А как бы так вот подрихтованная такая. Вот, например, если им хочется что-нибудь подправить в статистике. Что, например, они могут захотеть в ней подправить? Сказать, что у нас не столько населения в два раза больше или что? Или там производство мяса больше? Что может захотеться подправить в статистике? Население навряд ли. А что? Население навряд ли. Зачем фальсифицировать статистику? Что именно в ней можно фальсифицировать? Ну, надо же, чтобы показатели роста были, присутствовали в стране. Рост экономического? Ну, конечно, мы же не можем предоставить на стол президента показатели, что в его стране все сворачивается и все так плохо. Но разве президенту не важно знать, что реально происходит? Или он знает? У меня складывается впечатление, что он все знает, но делает вид, что этого нет. Вот складывается такое ощущение. То есть предприятия закрываются и растет производство? Одно открылось, два закрылось. То есть это идется в сворачивание. Зарплаты падают, растут. Что происходит с этим? Зарплаты растут. Это громко сказано, конечно. Какая вообще зарплата так на круг? Что считается нормальной зарплатой в городе Алтайске? Или скажи, человек, который хорошо зарабатывает, сколько зарабатывает? Я за всех не могу ответить. Да. Знаете, даже такая ситуация есть интересная. Люди, которые очень хорошо зарабатывают, им разрешено официально не показывать свои доходы в статистику. Нет, я не вижу совсем богатых. Я вижу просто человек на работе. Нет, я даже служащий. Служащий. Да, служащий. То есть, если раньше я видела какие-то зарплаты в некоторых организациях, так скажем, большие, очень большие. Ну, потом, чтобы, наверное, не дразнить людей, их перестали показывать. Ну, хорошо. Тысяча долларов в месяц – это большие деньги. Да вы что? Это нереальные деньги. Хорошо. Пятьсот. Пятьсот, да. Пятьсот еще кто-то может получать. Но это тоже считается очень хорошая зарплата. Очень. Окей. Ну, скажем, а триста? Триста – это уже распространение. Жить можно на триста? Выживать – да. Жить – нет. Квартиру снять сколько стоит? Вот как раз вот триста этих, наверное, долларов будет снять. То есть, надо две зарплаты, да-да. То есть, одну триста и вторую. Да, хотя бы так. А на питание сколько нужно? На питание… Семья вот там три человека. Вот смотрите, на питание, я сейчас здесь пробую полтора года, уходит столько же денег у меня в России, сколько и здесь. Цены соизмеримые, абсолютно соизмеримые. Да. С российскими, да, на основные продукты питания. Качество отличается? Качество… Единственное, что здесь мне не понравилось, я честно скажу, это мясо. Я не знаю, как здесь, в Нью-Йорке, я покупала мясо, и оно по вкусу какое-то странное, мне оно не нравилось. Ну, это надо знать, где купить еще тоже. Я с одним человеком разговаривал буквально пару дней назад, из Владивостока. И он, когда вот мы заговорили на эту тему, он говорит, вы понимаете, он говорит, бессмысленно говорить о цене, потому что качество продуктов в Соединенных Штатах кардинально другое, в лучшую сторону, по сравнению с тем, как в Владивостоке. И я еще подумал, это только в Владивостоке что-то с продуктами не так или это всюду не так? Не так, наверное, всюду, потому что когда поплыли цены на продукты вверх, вот даже мы уезжали взять сыр, так оказалось, что настоящего сыра мы, в общем-то, купить не можем. Там уже масло какой-то, там жир заталкивает. Даже до Крыма? До Крыма был нормальный сыр? Был, был. Потом стали пихать, вот буквально, какие-то жары в сыр. Это уже не кто-то, то есть цену подровняли, как будто цена не выросла, но там это уже не сыр. То есть, другого качества? Это уже все, да, это другое качество. Здесь нет, здесь такого, действительно, здесь, если я иду сыр покупаю, я покупаю сыр. И на вкус он отличается. Ну, а не сыр, я не знаю, там, что-то все-то еще. Здесь можно чего угодно купить, можно подешевле, да, конечно, это будет не совсем сыр, чуть подороже этот сыр. Здесь выбор просто будет больше. То есть, получается, что сумма денег, потраченная на продукты тут и там, это одна и даже сумма денег? Да, вот что бы ни говорили, я со всей уверенностью могу сказать. Здесь что-то может быть дороже, но что-то будет, например, наверное, дешевле. И в среднем все равно это те же самые деньги. Одежда дороже, дешевле где? Ага, одежда здесь дешевле. Сильно дешевле? Она дешевле. Но здесь одеться, если не заходить в брендовые магазины, а стоковые магазины, да, как маршалс, мэссис, да. Пожалуйста, вы брендовые вещи купите со скидками, просто с бешенными, там, 70 до 70 скидками. За смешные деньги. Это там смешные деньги. Да, да. Приличную вещь купить, это вообще ни о чем. Да, за десятки. У меня был вот этот ажиотаж по приезду, когда я видела хорошие вещи, все это стоит копейки по сравнению с доходами. Это вообще, это ни о чем. Абсолютно ни о чем. А сейчас этот ажиотаж закончился. Все, я уже насытилась. Вы уже затоварились. Я уже насытилась. Ну, дочь ваша любит нарядиться? Нет. Она не любит по магазинам ходить. Угу. И здесь еще в школы не требуют формы. Угу. И поэтому все просто. Да. Футболка, джинсы и вперед в школу пошел. Угу. Это вообще очень опасно, когда не любят магазин. Почему это не любят? Те, кто не любит там купить джинсы и так далее, они могут любить купить колечко какое-нибудь бриллиантовое. Ну да, она любит такие вещички. Не бриллиантовое, а во всяких мелочевочках красиво. У меня вот жена тоже. Вот ей колечки даже не надо. Она уж если хочет что-нибудь, так сразу дом какой-нибудь. Хороший хоббит. Да, так что это я. Бойтесь, друзья, тех, кто не любит ходить по магазинам. Угу. Они могут привести вас к более серьезному расходу. Так. Ничего же. Хорошо. То есть мы в целом как бы довольны. Чего вы ждете от будущего? Вот приехали вы к нам. Чего вы себе хотите в жизни, чтоб случилось? Аааа. Я хочу вот именно работу ту, по которой я сейчас приехала. За которой я приехала к вам. Ну, как бы айтишную. Да. Да, айтишную работу хочу, естественно. Это вам важно как статусность или денежка? Нет. Это все вместе, наверное. Мне нравится эта работа. Вот и все. Самореализация? Да. Хорошо. Мне нравится думать, мне нравится выворачивать голову, мозг, доходить до истины. Вот ваша девочка, она тоже выглядит очень вздумчивой. Вот она бы, она тоже интересуется или она говорит, маманя, давай тестируй там. Нет, она этим не интересуется. Так. Она может, но не хочет, так скажем. Так. А какие у нее планы там на образование, на профессию? Ааа. Да, у нее планы есть. Ветеринарная. Ветеринарная область, она очень хочет помогать животным. То есть, когда вы сказали ветеринарную, у меня возникал образ коровы, а потом я понял, это может быть собачки, мелкие животные. Да, да, да. Я понял. Интересно. Здесь есть возможность случиться. Да, и в конце концов уже, но умер и умер, понимаешь. Не то, что человек там, как-то. Ну, она сильно переживает. Это правда, но все-таки, понимаете, как часть человек умер. Честно? Да. Да. Не знаю, все-таки у меня некоторый пиетет вот в отношении медицинской профессии. Потому что все-таки люди имеют дело с самым сокровенным, с самым дорогим таким вот. Берет скальп и раз там по человеку. И он либо живет, либо не живет там. Ну, да. И что ж, ветеринария. Хорошее дело, конечно, тут страна там в каждом дуне по собаке как минимум. А в среднем, может, и по полторы там. В среднем. Если с кошками. Да, да. Здесь это большой бизнес. Это можно и как бы по найму работать, можно и свою клинику иметь. Если настроение хорошее. У нас собачка когда была, мы ходили, тут у нас была клиника рядом. Там индус был. Ветеринар. Так у нас Чарлик наш после этого всех индусов облаял. Как любил. Как увидит издалека и давай облаять. Но я подумал, что это, наверное, из-за того индуса. Чего? Так у него была одна фаланга откусана на пальце. У него не было всех. Такое ощущение, что мы здесь выходим. Это 280-й хайвей. Он такой красивый. Купертино. Так. В хорошем месте сняли квартирку. Да, в очень хорошем. Купертино – это такое место знаковое. Тут Headquarter компании Apple. Здесь вообще самый лучший школьный дистрикт в Калифорнии. Самый престижный. Даже так. То есть мы угадали. Мы угадали. Здесь много народу из Китая. Они как бы вот так. Которые с денежкой. То есть это как бы… У китайцев есть такая манера, знаете… Ну, стадность некоторую проявлять. Как бы вместе. Вот если ты не как все, то ты как бы предмет насмешек. То есть надо как все. Вот известно. Купертино. Пошли в Купертино. И тут очень много китайцев. Из-за этого школы сильные. Потому что они детей учат. Вот так, как, допустим, в свое время там евреев родители учили. Говорят, ты не такой, как все. Ты должен быть на голову выше, чтобы пробиться. И вот они им тоже говорят. Посмотри в зеркало. Видишь, ты не такой, как все. Тебе с таким видом надо пахать, чтобы пробиться. Надо там… И так далее. Вот они их так учат. Поэтому многие дети из Купертиновских школ, белые, не хотят туда ходить. Очень задан темп высокий. И многие поезжали отсюда. Вот именно из-за этого. Как ни странно. Водка. Да, да. Да. Вот какой-то очень симпатичный комплекс, куда мы с вами приехали. Да, по фотографиям, судя. Это нечто оно. Вот такой красивый. Он довольно новый. Я, честно говоря, не понял, куда мы, собственно. Так. Хамптон Апартмент Холмс. 19500. Вот он и есть. Нам бы надо уточнить, какой номер чего. А, наверное, мы сейчас этому… Потому что комплекс, это тот самый, должен быть номер квартиры. Друзья, мы с вами прощаемся и начинаем заниматься выяснением номера квартиры.